Две темы для разговора. Вкратце. Первая. Это даже используя простейшую систему, люди все равно не зарабатывают деньги. Есть такие. Почему? Я ответ нашел. В принципе, я и раньше знал. Единственный ответ этому, это то, что люди ничего не делают. Сегодня сортировал людей ВКонтакте и просматривал всех партнеров, которые относятся к FFI. Забрасывал их в коллеги и начал просматривать страницы. Что же они делают? Захожу на страницу к одному человеку. Это не мой партнер, не наш. Чей-то партнер, видимо. У него стоит ссылка на сайт. На сайт левый. То есть сайт он сам сделал. Мало того, что там домен третьего уровня, так еще и там на том сайте сделано все, что не нужно делать для того, чтобы зарабатывать деньги. Это мало того. Во-вторых, в этот момент, когда я перешел к нему на страницу, он играл в игру. То есть там прям в статусе написано, да? Название игры написано, он сейчас играет в игру. Какого хрена вы потом ноете, что у вас денег нет и у вас не получается? У вас нет денег, потому что вы ни хрена не делаете. Вот и все. Это все, точка. Больше никаких нету. Все, что там я делаю так, как ты говоришь или я делаю, как вы говорите на тренингах и так далее. У меня все равно не получается. Я прошел уже 500 знакомых, у меня ничего не получается. Да трендеж. Полнейшая ложь. Слов даже нет. Просто, просто тупой гон. Все. Ни хрена он не делает и ни хрена у него денег нет. Пускай там корчит и вся умника с крутым сайтом и так далее. То есть все люди, кто делают то, что надо, они зарабатывают деньги и все. Все остальные гуляют просто рядом, делая вид, что они в бизнесе. Но их нет вообще нигде. Вот. Они ходят, там что-то смотрят. Страх. Вот этот внутренний стрём. Один друг сказал, друг строитель, или который работает там на вокзале грузчиком, да, вагоны разгружает, сказал, что ты лох, потому что ты повелся. Ну и он начал играть в игры. Вот. Ну это понятно, с этими людьми все ясно. У них нету, это вообще, я даже не знаю кто это. У них нет никакого своего собственного мнения и так далее. Второе. Люди, которые имеют хоть какой-то опыт, да, но при этом работают на работе параллельно, у них практически те же самые отмазки. У меня все друзья идиоты, все козлы, никому не надо, все заняты и так далее. У этого компьютерный магазин он компьютеры продает, говорит, что он занят и так далее. Я узнал, сколько у него дохода, у него там 4 миллиона там, это сколько там получается, 5-500 баксов общего дохода на семью. Нафига тебе магазин компьютерный, если у тебя от него 500 баксов в месяц только чистой прибыли. Нафига тебе такой магазин надо, сколько нервотрепки, сколько затрат и так далее. Но зато, но зато все крутые, у него магазин, он продает ноутбуки, там две мышки в день тебе продаст. Зато он занятой, он бизнесмен, предприниматель, в кавычках предприниматель. Не какой-то не предприниматель, это просто человек, который думает, что он стал ступеньку выше остальных, вот, и то, что у него бизнес, да, крупный, большой и все. То есть он, и так должно быть. То есть 500 баксов это нормально. И с одного магазина обычного, да, с обычной точки это нормально. Ну, если это нормально, то надо просто принять, что для людей это нормально, все, им больше не надо. Сам, плюс жена, плюс ребенок, 500 баков в месяц, ну, значит достаточно, почему нет. Сейчас все можно взять в кредит, даже продукты питания. И потихоньку рассчитываться. Скоро, наверное, такая тема будет, что у некоторых людей дети будут рассчитываться по кредиту за продукты питания, которые набрали родители. Это другая тема, даже, наверное, поднимать не стоит. Люди работают на работе и почему-то уверены, что работая там на выходных, часик-другой, они ожидают каких-то больших чеков. Раскрою секрет. Все самые, все люди, которые зарабатывают здесь больше всех денег, больше нигде не работают. И у меня такое понимание. Если ты начал бизнес, значит ты осознавал, что ты начинаешь двигаться в другом направлении. По логике вещей возникает вопрос. Если я начал бизнес, а нахрена я работаю на работе? Почему я до сих пор работаю на работе, если я начал бизнес? Я кричал всем, тыкал пальцем, что все, я все понял, все круто, супер тема, я здесь, короче, сейчас взорву. Так а нахрена ты на заводе до сих пор сидишь? Если ты бизнес... Я понимаю, тот человек, который не начал, не захотел, ему неинтересно, он не стал разбираться, он на работе. Это понятно. Но если ты начал, пришел, ты вложил какие-то деньги, средства, какого хрена ты делаешь на работе и еще пишешь там всякого рода отмазки, что работы завалили, пока не могу и так далее. Я приравниваю этих людей к тем, кто в игры играет, кто в бизнесе, а при этом играет в игры и плачет, что не получается. Это то же самое. Если приоритет это работа, то бизнес тогда зачем? Вообще, по сути, зачем начал бизнес? Для того, чтобы извлекать прибыль, правильно? Для того, чтобы зарабатывать больше денег. А нахрена ты на работ? Если постоянно тебя завалили работой, вызывают и так далее, не отпускают ни в отпуск, никуда, ни на выходные. А бизнес тогда зачем начал? Чтобы уйти с работы и больше не работать. Так а нахрена работаешь тогда? У меня, допустим, встречается человек, я с ним разговариваю и он жалуется на то, что у него маленькая зарплата и так далее. При этом я даю ему возможность разобраться в бизнесе, который приносит там тысячу-полторы долларов в неделю, работая в интернете дома. И он говорит, да не, ну что-то, а это правда или нет? Все, разговор окончен, я пошел дальше. Мне просто жалко времени. Поэтому вот такая вот кровавая правда, что зарабатывают деньги только те, кто относится к бизнесу как к работе. Если у человека на сегодняшний день магазин, где он продает ноутбуки, да, точка одна стоит, и он корчит из себя какого-то предпринимателя с доходом там тысяча баксов в месяц, да, чистым на семью, то ну пусть корчит дальше. Какая разница? Просто нужно понимать, что есть люди, их много, которые не выходя из дома создают такие товарообороты по миру. У них нет ни точки, ни наемных рабочих, ничего. У них есть просто дома стоит компьютер с интернетом. Все. Для того, чтобы некоторых догнать по товарообороту, в этом магазине нужно продавать компьютеры не самому, не самому, а еще подключить к этому делу всю свою семью и два поколения вперед, наверное, чтобы еще торговала в этом магазине для того, чтобы доминать некоторых людей по товарообороту, которые работают дома. Поэтому все эти отмазки, что я занят, ком полетел, это все лузерские отмазки людей, которые не хочу называть эти слова, говорить такими словами, ну в общем бояться, да, это очень ласково сказано, мягко сказано. Людей, которые боятся, нужно слушать их отмазки и так далее. У нас задача не спрашивать у знакомых мнение, каково их мнение. У нас задача отсортировать их и найти среди них тех людей, которые реально разберутся и будут работать, будут делать бизнес. Это парень, которому 25 лет, делает такой товарооборот, который не делает вот такой вот дядя сетью магазинов. Вот и все. Поэтому люди этого не понимают. Они думают, что пришли в какой-то рифейн, да, и я не думаю, что еще само собой все посыпется. А тут кто понимает, тут зарабатывает. Все, правда, она есть правда, она простая. Пока не поднял заднее место и не начал работать, нифига не будет. Но тем людям, кто постоянно жалуется, что у меня не получается и так далее, вам просто... у вас два пути. Либо вы позвоните знакомому и после того, как он скажет, что мне это неинтересно или это все фигня, при этом зная, что он, допустим, какой-то там, ну, скажем, продавец на рынке, да, продает джинсы. Вот. И у вас есть два пути. Либо послушать продавца джинсов, что топливный бизнес в интернете, на котором он ни разу не был. Он ни разу не был на тест-драйве. Он вообще ни в зуб ногой ни разу не видел, нифига. Либо его послушать и, в принципе, забить на все. Ну, потому что вы сэкономите время и себе, и спонсору. Либо у вас второй путь. Понимать, что нужно сортировать людей и мнение какого-то там умника или... ну, или там какого-то эксперта, типа эксперта, да, не имеет никакого значения. Задача поговорить, допустим, с десятью людьми, чтобы из них найти одного. Может, там не будет одного. Ну, если даже из ста будет один, то этот один будет, ну, как минимум, наверное, как я, скорее всего, да, который будет зарабатывать деньги и приносить вам прибыль постоянно. Поэтому смотрите сами, никаких волшебных слов и никаких нету магических заклинаний и обращений к незнакомым людям в интернете, да. Работай со знакомыми. Так быстрее, так лучше, так выгоднее. У меня все знакомые идиоты, они ничего не хотят. Я в тупике. Я не знаю, что ответить, не знаю, что посоветовать. У меня единственный совет. Работай со знакомыми. Если ты прошел 500 знакомых и у тебя никого нету, то значит, либо ты, что больше, вероятно, нифига не делал, либо ты как девочка просто, которая боится и не знает вообще, о чем она говорит, там как-то пытался какие-то подходы найти, там используя какие-то термины умные и так далее, то есть какие-то убалтывания. Ну, значит, ты просто убил своих знакомых, вот и все. Уложил весь список. Дай мне список из 500 человек, я запущу оттуда 10%. Сделаю из них партнеров. Налегке просто. Поэтому всем игроманам, которые в бизнесе играют в игры, желаю удачи. У меня уже такое было. Я был в бизнесе, а играл в игры целый год. Всем остальным, у кого знакомые идиоты, я вам тоже желаю удачи, потому что о чем думаешь, то и получаешь. Или как там говорят, в какой сам такие, такое окружение или какое окружение, такое сам. А всем остальным, работающим до сегодняшнего момента, у которых все получается, удачи, у нас есть большой плюс. Плюс этот в том, что пока у большинства из-за их лени и непонимания, и неумения, и нежелания учиться не получается, мы заработаем больше денег. Вот и все. У нас будет больше партнеров. Мы подпишем больше, чем они. Поэтому пускай сидят, пускай ленятся, пускай играют, пускай умничают, пускай создают сайты, пускай ходят на работу, параллельно на выходных занимаясь бизнесом. Они все вылетают постепенно, отсеются, будут дальше работать, кто чем заниматься, кто-то будет дальше за пивными палатками тусоваться и так далее. Поэтому у нас есть большой шанс. Не большой шанс, а большой плюс. Мы круче их в миллион раз. Мы находим партнеров легко и просто. Они их не находят, потому что они хотят их находить. Вот и все. Поэтому у нас большой плюс, у нас преимущество. У нас мало тех, которые работают и знают, что надо делать, и как правильно делать, и делают. Поэтому нам можно не бояться, мы и так бизнес делаем. Удачи! Удачи!